Все, заканчивайте игру Ребят, я перезапустил, посадили третьего Стрим просто отключился Так, ну... Давай И звук отключился На этом, на сайте У меня додосит, что ли? Не знаю Да ладно 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 Я Интересно Я подумал На машнире друг на друга А на него никто не думал Он сидел идеально У него, он шестой, он последний, говорит тут, блин, его уже никто не выстоял, я подумал об этом, но типа... Блять, с такими проверками невозможно выиграть, ну это просто пиздец, проверить в смысле белого. Надо не вскрываться, не надо бы вскрываться, наверное. Седьмой очень, а в смысле не вскрываться, тогда большие счеты... Ну я бы типа сыграл на этом еще. Даже если бы он умирал, проверив файкера, мы бы все равно проебали, скорее всего, вы меня втопили из-за голосования на первом файкере. А поди... смотри! Когда я хотел разделить голоса, но я не подумал, что Дестра будет так тупить, она казалась мафом, поэтому она, наверное, втопила. Первый, просто первый очень, но как по мне, ну седьмого он нормально втопил, потому что седьмой реально говорил как мафия, и он его пошел проверить. Но просто очень не повезло, что он так плохо поговорил, а мафия решила его убрать первым. Типа, если бы все было бы иначе, то... Ладно. Так еще, еще вот этот... Вот этот довод файкера, почему Дестра себя не спасала, голосуя в Илью, типа, и поэтому тоже я подумал, что они, скорее всего, вместе, то есть, как бы... Плюс Андерсон последний говорит, что нам делать. Я просто стол хотел поделить, и я дважды об этом сказал. Ну типа не было у меня желаний там... Типа, мы же реально могли бы вдвоем улететь. Вот Андерсон правильно сказал, хоть один мафин был. Так, ну что, гудок сейчас подвалит, наверное. Красиво. Позиция, позиция очень решает, что в покере, что в мафии. Позиция очень хорошая Андерсона была, конечно. Ну вот как, вот как, мы все говорим, а еще он сидит, молчит, по сути, даже от него слова даже не требуется. И потом раз в конце только. Вот это уже прикольное было. Вот это уже прикольное. Мне интересно, если бы Андерсон первый говорил, как бы у нас пошло тогда. Ну, может быть, получше. И еще девушка на ведущем, вот у нее, ну, лично у меня как-то, может быть, это только у меня, она как-то... влагал, что ли, типа, у нее... Да, было, у нее тоже нормально было. Так что, позовите Витю. Ты фактом организуешь людей или что? Что? Ну, ты там договаривался, гудок, видите, или что? Никого добавлять или мы стартуем? Гудок. Сказал, типа, мне нужно 10 минут, а то он мне сказал 10 минут назад, как как раз. У Витя еще не крикит. Добавляю я его, правильно? Ну, типа, если Витян не будет орать на Дестру опять, что, типа, ну, и, короче, не будет вести себя неадекватно, то... Вы, короче, теперь вместе, в одной студии, блядь, доты или нет, я, типа, смотрел, как бы, нет. Витя там не было. Но, в любом случае, в девятером играть в мафию, это самое худшее, что есть. Типа, если он есть, если добавлять Витю, то нужно добавлять еще одного человека, поэтому... Восемь или десять, иначе, блядь, полная хуйня. Ну, короче, ну, расскажите, что делать тогда, когда решите сами. Короче, я сейчас... Девять, полная хуйня. Я сейчас дал ссылку Гудку, я сейчас дал ссылку Гудку, он сейчас зайдет на сайт, там все настроен и ворвется. Типа, а Витинайл с радостью добавлю, если он не будет. Я могу, ну, точно, я могу попробовать десятого найти, на самом деле. Блин, ну, вот, да, если будет десятый, то, как бы, можно десятый. Даже не знаю, с чем мне так вылили, в речи не понравилось, ну, то, что Дестра с ним пилило, типа, вот, что мне не понравилось. Блин, как мне теперь за стул оставать в трусах все же. Кекс, я не слышу. Акекс тоже. Я писал Диме, который с нами играл, Димас, но я, типа, написал там одному знакомому стримеру, может, там подвалит. Хуй знает, кто-нибудь. Команер, новый сдавод прибыл. Сейчас еще команды, стучат, попробуем найти. Это еще команды, но я не знаю, что он получил. В Independence списание, но он что-то он заигнорил. Извин а 8000 так вот и по 0 марки кинешься старых добра все готовы я лишь днем гудка ну вот как я два инвайта как бы отправил нормальным ребята может пойти с них подвалит потом получится 10 ребят настя ела нателло я ее увидел хотел откусить откусить палец откусил отправил кекс тебе максим 19 тысячи 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 офф и все теперь можем форекс поршу макс включи себя в этом в игре там в внизу право внизу да красный микрофон сделал зеленым да есть все красиво и бездорога нет макс все папа и нарях погнали кнопочки нажали сюда то проекту ведущий я что ли не 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 расскажите о чем поясе поехали на мы класс музыка просыпается мафия договариваются Ну, по поводу Витя, сказали, что надо еще одного человека. Я-то, ребят, только нажимаю «пригласить» и все. Вон там факер что-то собирал народ. Большие пальцы вверх, надо говорить. Все? Смотри, я засыпаю. Не понимаю, почему только музыку, блин, с этого убрали. Свердон, знакомимся со шерифом. Свердь шриф. Наступает утро, слово игроку номер один. Здравствуйте, я мирный житель, на первом слоту сижу. Затупил я в прошлой игре, я что-то не понял, что Фомби может так же затупить и на шерифе, как и на мафии. Вот. В общем, всем удачи. Мирный город, я с вами. Спасибо, пас. Спасибо. Слово игроку номер два. Блин, чувствую себя виновным из-за то поражение, потому что из-за своих действий, ну, типа, выставил себя на мирном слоте, тоже слишком... Я не хотел. Поговорить в этот раз побольше, в этот раз я мирный. Прошлая игра, конечно, я действительно зря скрылся, наверное. Первый раз я голосовал за седьмого, за Фантомика, потому что он полностью меня оттопил с такой уверенностью, что я был уверен, что это он. Вот. Нужно присмотреться к пятому, если есть комиссар, то нужно проверять, потому что он такой тихоня был. Вообще никогда в жизни я по нему бы не подумал. Надо проверить. Вот. Что по поводу... Ну, пока все. Спасибо. Слово игроку номер четыре. То есть, если убивают. Теперь, не понравилась речь игрока номер один. То есть, он кого-то там говорил, что он Мирона учил играть в мафию, но так как он говорит уже вторую игру, мне, честно говоря, не совсем понятно, кого он там учил. Потому что, что в первую он как-то там нервозно как-то себя вел. Что сейчас? Ну, может быть, просто так Фантомик разговаривает. Не знаю. Но я почувствовал какую-то нервозность. Илья абсолютно нормально поговорил, Илья больше красный для меня. Ну, и третий такой нейтральный. Я пока еще не могу дать ему какой-то окрас. Спасибо. Ну, играя со вторым, соответственно. Спасибо. Слово игроку номер пять. Ну, а счет прошлой, да? Если бы я не вскрылся, его бы скорее всего посадили. А по игре? Ну, я что-то буду паранойить теперь в другую. Там, он должен быть когда-нибудь черт. А то что-то две игры уже красные. Третья-то куда? Мне кажется, слава-слава. А, еще, кстати, там Андрей Стригулятор сказал, он мой паран, как раз, где их закинуть будет здесь. И я играю против второго. Поиграю пока с Факером. И, ну, третьего провокацию не понравилось. Затем он на меня. Я красный играл. Но если меня находит красный, он мне просто на отстрел получается ставит. Я не хочу умирать. Спасибо. Спасибо. Слово игроку номер. Приветствую Гудка. Давно-давно, его не видела дольше всех. Пожалуй, он от нас ушел самый первый в далекие края служить в войсках. Так, касательно речи. Мне понравилась речь первого. Не знаю, почему у него паранойт. Речь у него была абсолютно позитивная и хорошая для открытия стола. У троечки речь тоже понравилась. Он попытался проверить качество мирного жителя. Андерсон. Мне нравится. Андерсон начинает курить и относиться к игре пофигистично. И такой, типа, не при делах именно, когда он мирный житель. Он вообще не парится. Вот. А когда он такой тихий сидит, он как раз мафия. Поэтому я для себя красняю единицу, тройку и пятерку. Самая красная. И я абсолютно спокойна просто потому, что руинить мафии мне стыдно. А красным нет. Поэтому подавлю слово следующему. Я не знаю, я нотки позитива не заметил фантомику. Он как-то просто быстренько что-то сказал, пообвинил третьего и все. Как-то странно. Может, шестой номер просто придумывает так, чтобы... Что-то я буду мафии сейчас поговорю побольше, чтобы... Ну, это так. Просто я просто... Что там было позитивно? Вот. А речи остальных мне более-менее понравилось. Сейчас послушаем, что у нас скажет кудок и все. А мне сказать сам нечего. Я все о прошлой игре думаю. Мне обидно. Мы могли победить. Пас. Слово, дракон номер 8. Так, у нас красные это мирные жители или это мафия, считается? Просто в армии красные это плохие люди. Здесь, походу, мирные жители. Ну, вот. Целуйся. В общем, по речам. Красные хорошие. Ну, здесь окей. Здесь будут хорошие, просто в армии красные это очень плохие. В общем-то, по речам. Шестая дестра мне понравилась. Довольно развернутая речь. И она была положительной, в принципе, висковой. Дальше Андерсон. По двух... Ну, по каткам на двухлетней давности, он, когда играл за мафию, практически молчал. Там пару слов скажет, все, и молчит. Значит, в этой катке он довольно много сказал мне, он тоже положительная речь. Положительная речь у третьего, о которой я, к сожалению, не знаю, но, по-моему, видел пару раз стрима. Дальше. Факер начал всех обвинять. Для меня он более к мафии относится. И первый, какой-то неприятный речь, сказал. Кекс тоже очень мало высказался, но кекс такой, не знаю, нейтральный. Пока для меня мафия это факер, и все, в принципе. Низко. Пока. Беги быстрее, кискули. Спасибо. У нас наступает ночь. Короче, хочется проехать шестую, но, блин, гестры, типа, не в обиду, слабевствами их играет. И не хочется одновременно с этим проверять. Говорить будут после меня первой и восьмой, хочется их проверить. Мафия удаляется, просыпается дом. Дом, кого ты подозреваешь шрифом. Покажи мне. Короче, первый, восьмой, шестой, четвёртый. Надо проверять. Так вот, кого из них. Первый, четвёртый. Параноид не хочет в детство, она просто играет где-то в двинулась, играла, а я думал, что она видна из-за этого. Шриф, кого ты подозреваешь в Аси. Просто её умные игроки, допустим, ну, короче, Илья, может... Наступает утро, убитый игрок номер пять. Ага. Я даже не удивлюсь, все честно. Блин, покушай, красный, красный, да. Ну, тут, не знаю, я единственное, что надеюсь, что комиссар не пошёл поверять в меня, что хотя бы у него проверка какая-нибудь полезная, как. Ну, тут понятно, что это Илья, как бы, чёрный, естественно. На самом деле, я не знаю, он может быть и красным, но мне придётся теперь параноидить всю, каждую, любую игру теперь, до тех пор, пока он действительно окажется чёрным. Из хорошего могу только заметить, что сейчас играем этим стаком, и я прям как будто помолодел на пару лет. Вернулся куда-то назад. При помощи воздействия. Ну, семь-восемь там внимательно смотрите, мы очень, и восьмой играет, пятый красный, пятый красный, пятый красный, пятый красный, пятый красный. Что-то там, вот после меня, мне кажется, один чёрный, как-то. Гудок с факером, гудок с фанфовиком. Солок с фанфовиком. Блин, ну, на самом деле, то, что Билли Андерсона, это дикая подстава, я... Не знаю, теперь у меня очень мало шансов, хотя, ну, по сути, я просто прикалывался, поверьте мне. То есть, здесь чистая шутка была. Вот. Это действительно дерьмово, но теперь, если раньше, если на первом ходу, но если бы меня спросили после первого хода, что я думаю, я бы сказал, что 6,5 в команде, и, возможно, чёрный. Но теперь я думаю, что Дестра красная. Это единственное, что мне кажется реально. Теперь мне речли не нравятся. Потому что у меня вообще никаких идей нет. Но, не знаю, вот если раньше я советовал комиссаров скрываться, то сейчас, мне кажется, наступит эпоха и фейковых комиссаров, и всяких подстав. Так что, не знаю, это не критический круг, я послушаю всех остальных. Обидно говорить первым, после такого убийства, отстойного для меня, я думаю, что у меня шансов особо не будет, но я выставлю первого на голосование, чтобы хотя бы был какой-то шанс у меня остаться, потому что я милый, поверьте мне. Хорошо, первым выставим слово игроку номер 3. Я не согласен с Ильёми, кажется, шестой, восьмой, они как-то слишком дружно, что ли, какая-то у них есть тема. Может быть, это что-то из прошлого их, но мне они не понравились, они совсем не понравились. По поводу Фантомика хочу его очень сильно выслушать, потому что тоже он, я почему-то стал сомневаться в нём, не знаю, какое-то поведение у него, он, конечно, постоянно, он вот это вот что-то слишком активное. Факер, я думаю, что красный, высказался более-менее. Это первая игра, в которой я считаю, что Факер красный. По поводу Кейка, не знаю, как он слишком спокойный. Обычно он, больше у него действий, больше всякого такого, а сейчас слишком спокойный. Вот, выставляю, я, наверное, шестёрку. Спасибо. Соло игроков, немножко четыре. Он сейчас следит, кто как голосовать. Я согласен с игроком номер три по поводу того, что, возможно, есть такая команда, как 6-8, но если такой команды нет, то из этих двух игроков, чёрным, как по мне, должен быть игрок номер восемь. Объясню почему. Он говорит, что я тут на весь стол взъелся на первом ходу, начал всех обвинять, но я сказал, что мне не понравилась речь первого, со вторым я играю, он для меня красный, а третий для меня нейтральный. На кого я там въелся на весь стол, я не совсем понял. Дистракшн тоже мне не очень понравилась, как говорит. Она прошлась по всему столу, говорит, играю 1-3-5, и ни слова не сказала про меня вообще. То есть, типа, просто меня проигнорировало, какая моя речь там была, и ещё что-то. Вот. Хорошо, что убили Андерсона, на самом деле, потому что я бы в него тоже чуть-чуть втапливал, потому что он говорил, типа, я говорю, что я играю с Ильёй, он говорит, типа, а я играю только с факером, с Ильёй не играю. Ну, это такое, это уже математика, математикой давайте не будем заниматься. В общем, для меня два черных игрока сидит на этом кругу, это 6-8, доставляю восьмого, так как есть уже шестой, и буду, скорее всего, в восьмом угол сет. Восьмой... Гдорь, обмирись, пожалуйста. У тебя ветка зависла. Фак, Фака, а у тебя есть Дон Мафия? Слово игроку номер 6, да, Дон Мафия нет. В общем, Фака, прости, что я тебя заигнорила на первом кругу. В общем, был такой момент, мне просто стало лень говорить, но мне твоя речь на первом кругу не понравилась тоже, из-за придирок слишком активных. Но сейчас я в твоих придирках вижу абсолютно чёткий смысл. Мне просто не нравится, когда начинают доматываться на первом же кругу, если я по-серьёзным, по фактам. Вот, сейчас, когда ты рассуждаешь о команде 6-8, да, действительно, это выглядит так, но поскольку я мирная, в моём представлении подозревается только Гудок. Но пока что её вытапливать не буду. На меня намного чернее, чем Гудок Тройка, который всё это время всегда сидел тихо, пытался отговариваться, пытался рассуждать по-минуму, а сейчас он по полочкам разложил такое, что я Маф. Для меня это вообще, если честно, шок. Хочу послушать ещё первое. Первое уже выставлено, выставляю Тройку. Надеюсь, Кекс сейчас разрует, потому что он меня тоже под подозрением. Сейчас я придерживаюсь Ильи и Факера, потому что на Ильи такое лицо, мне кажется, да, если он будет Мафа, невозможно почему-то не выиграть с таким лицом, когда он вот так вот просто бровки домиком делает. Мне нереально. Я верю ему. Два-четыре, красная. Голосаю за Тройку. Спасибо. Тройка выставлена. Слово Дракона номер семь. Ребят, я прошу не забывать всех ещё, что бывает такая ситуация, когда мы можем вообще никого не посадить. То есть... Я не знаю, но Фантомик, да, на первый ход сказал как-то, но это не повод, что вот Фантомика надо сейчас выставлять первым же словом. То есть мне непонятен этот шаг Ильи, если честно, немного. Ну да, ну типа надо народ выставлять. На тебя Илья никто не гнал, типа. Я даже не обратил внимания, что там какая-то у вас тёрка с Андерсоном и что это прям явно намёк на тебя. Ну странно. Речь шестого в этот раз мне гораздо больше понравилась. Вот. Не понимаю. И речь восьмого мне тоже нормальной показалась. Не понимаю, почему факеры думают, что именно там Маф сидит один. Для меня это... Ну так скажем, не так очевидно, как для тебя. Вот. Соответственно, у меня другие намётки теперь появляются. Вот. Выставлен, я так понимаю, первый, третий. Кто выставлен? Назови всех. Сейчас скажу. Первый, шестой, восьмой, третий. В таком порядке. Первый, шестой. Выстави ещё четвёртого, на всякий случай. Я бы так не доверял факеру, короче. Шестой, восьмой. Маф, я не уверен в этом. Четвёртый, первый, может быть. Четвёртый, второй. Дальше, дальше, дальше. Угу. Всё, да. Спасибо. Главное сейчас взгляда Дестера отвести, потому что она точно не маф. Ну, речь, конечно, несложная. И она будет моистована. Слишком много он рассуждает. Не знаю, за мафию бы он так играл, но очень редко. Мне кажется, за мафию он бы играл поактивнее. Дальше. Речь Дестеры, опять же, нравится. Всё, для меня она точно мирный житель. Речь Дройки вообще не понравилась. Факера речь прослушал, и речь Ири не понравилась. Я выставлю ещё Илью, и где-то вот в районе 2-3-4 там одна мафия точно есть. Ну, как-то... Всё, я выставлю Илью, я закончил. Слишком общего членового. Я выставил. Сейчас посмотрим, что Фантомик. Тут, короче, выбирая из всех, надо будет выбирать либо восьмого, либо первого. Ещё раз, здравствуйте. Значит, смотри, Кейк, почему Мэдисон меня выставил. У него есть подозрение на меня, и если я мафия, я последним выставляю кого-то, и все голосуются автоматически в одного. Ну, блин, это понятно. Это окраснеет Мэдисона на самом деле. Вот. Теперь поговорим про шестую, про рыжую тестеру. 2-4 её топят, а они мне нравятся. Это как? То есть тебе нравится, когда тебя топят, да? Хорошо, давай у тебя и потопим. Шестёрка же выставлена, да, у нас? Выставлены практически все. Ну, если мне выставить шестёрку, за 3-4 я всегда так вот вернусь, то есть даже если я сижу нормально, без игры, я всегда просидую. Блин, он так топит, он не должен был на манер, да. Я восьмого. Короче, у меня сейчас подозрение 6-4-3. Чёрное. 2-7-8 убирайте, иначе если они детство уберут, это мне будет очень хреново. Восьмого. Я согласен, брат, я с моим сфатером. У нас очень много игроков выставлено. Смотрите внимательно. Голосование в таком порядке. 1, 6, 8, 3, 4, 2. Надо по голосованию. Переходим в голосование. 1, нет. Голосовать за игрока номер 1. Нет. Спасибо, 1 голос. Голосовать за игрока номер 6. Спасибо, 2 голоса. Голосовать за игрока номер 8. Я убираю восьмого тоже. 3 голоса. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. За игрока номер 3. Команды довольно чёткие должны быть. 2, 4, 3, 1. Я умираю, я проверку у меня будет, потому что мы говорим. 0 голосов за игрока номер 2. 0 голосов. Ещё непонятно гудок. Ещё не понятно гудок. Ещё может гудок. Чего вы такого во мне увидели, что я мафия? Я просто сказал, что у меня союз с шестёркой, и всё. И выставил ещё Илью. Я мирный житель. Вы сейчас меня потопили, и меня топили кто? 7, 4, 2. Из них 4, 2, мне кажется, это мафия. А Кекс ошибся. Всё, я всё сказал. Я не ошибся. Вы сделали ошибку очень большую. Я просто приоритеты расставил. Я не особо верил в гудка. Мафия приготовилась, начинается стрельба. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Дестер не убьют, если будет хорошо. Надо проверку. Просто нормальную проверку, да. Факер. 2, 4, 1, 3. Дестер гарасовала против третьего. Давайте из команды 2, 4. Посыпается дом. Проверим. Илью или Факера. Дон. А вот это разрываешь шрифтом. Допустим, если гудок мирный. 2, 4, со мной топили восьмого. А если гудок мирный. Посыпается шрифт. Шрифт кого-то поздреваешь мафии. Шрифт засыпает. Наступает утром. И мафия промахнулась. Слово игроку номер 3. Это интересно. Значит, что по поводу. Я выбрал 6-8 предыдущий раз, потому что, ну, опять, синергия. Но я не знаю. Может быть, они действительно так общаются в реальной жизни. То есть, я этого не могу сказать точно. Вот. Речь Факера по-прежнему мне понравилась. Я бы с ним играл. Фантомик, Фантомик. Ну, вроде говорил, что я всегда вот так вот. А сейчас уже сидит и не всегда. Либо до него дошло, либо, я не знаю. И он еще в топил, так знаете, первым в топил. В третьем. Кирилл, Кирилл. Про Кирилла я говорил, что он очень мало говорил, но... В этот раз он, конечно, высказался хорошенько. А я... Сказывался. Я, к сожалению, не заметил, кто против меня голосовал. Один единственный человек. Но я думаю, мне это не особо и помогло. Никого не выставляю. Никого не выставляешь. Спасибо. Слава игроку минус 4. Ну, во-первых, Максим просто мне не очень понравился, как говорил, поэтому я в него втопил. Вот только поэтому его заголосовали. Теперь третий игрок, после того, как он мне понравился на втором кругу, вот сейчас он мне просто разонравился. Такое ощущение, что вот этот выстрел мимо его вообще сбил. И мне кажется, что он как раз один из черных, поэтому он сейчас на каком-то таком распутье находится. Типа, как так, мы промахнулись и очень сильно нервничали. Поэтому выставляю игрока номер 3. А так как у нас в целом может быть сейчас критический круг, если мы убираем мирного жителя и потом мафия опять... Точнее, мафия попадает, то тогда это ГГ. Поэтому я думаю, что уже пора вскрываться шерифом, говорить свои проверки. Но пока я выставляю игрока номер 3. Вообще, вот сейчас добавим кругу, могут вскрыться шерифы? Ну, реально, типа, пришло время. Ребят, две проверки есть. Шесть, уже критика, но кто-то должен быть шерифом. Ладно. Завершаю. Слава игроку номер шесть. Да, шериф бы себе он действительно помог. Сейчас на столе при восьми игроках две или три мафии. Если три мафии, то все суперочевидно. Две или ада. Две мафии все-таки, да? Тогда, возможно, гудкамы похоронили просто так. Но для меня черное это 1-8-3-8. То есть вот такой какой-то расклад. Я согласна абсолютно с факером, что тройка растерялся. Сам факер постоянно ищет ответы и выходы для мирных, что лично для меня положительно выглядит. Вот. Касательно кейка, вот тоже не могу понять. Единственное, что у меня разрывается, это вот 1-3-7. Кого-то из них нужно убрать. То, как он на прошлом кругу высказался единичку, мне вообще не понравилось. Ты меня слабым звеном видишь или что? Ты что на меня так съелся? Ну, хеллоу. Поаккуратнее будь. Когда искренне, нет, сейчас все видят. Верят, так что аккуратно с этим. Если ты тем более маф. Поэтому выставляю единичку. Сажаем 1. 1-3. Вот между ними я бы подумала. Убивают, допустим, 4. И послушаю еще единицу. 1-3. Выставлено. Я проверяю. Игрок уничтожен. Ребята, смотрите, объясняю. Мирные победили. Вот. Даша, я для тебя объясню еще пару моментов. Во-первых, 1 или 2 мафии. Потому что 2 мафии всего. Это раз. Во-вторых, я сначала думал что-то выдумать, но сейчас понял, что мы победили. Я проверил 6-го и 4-го. Фак звал, никто комиссаром не вскрывался. Совершенно никто не вскрылся комиссаром. Я ждал, тоже хотел подбатить, но потом понял. Первую ночь проверял 6-ю. Потом пошла команда 2-4, 1-3. Я думал, кого проголосовать. Со мной 2-4 в гудка ушли. Но гудок оказался мирный. То есть, фак я проверил за это. Фак оказался тоже мирный. Поэтому сейчас я бы предложил посадить 2-го. Я даю проверку либо 1-й, либо 3-й. Ну, 100%. 1-2-3, 2 мафа. Вот это вся инфа, которую вам нужно знать. 6-й и 4-й проверены. Нас трое проверенных. Их трое непроверенных. Мы одного из них сажаем. Я еще одного проверяю. У меня будет слово после. Вот. Выставляю второго. Выставляете еще первого. Блин. Короче, я выставляю третьего. Первого я выставляла, а гудок мирный, да? Первого выставили. Выставили первого. Тогда второго. Все, поехали. Да. Выставили 3-1-2. Слово дракона номер 1. Илья, скажи, ты комиссар? И какие у тебя проверки? Ну все. Одна проверка седьмого? Ну ладно, давайте, давайте уберем Илью. Или он скажет. Что ж я про промахи-то не сказал? Смотрите. 3-1-2. 3-1-2, да? Ну давай семерку выставим. Тихо. Раз у нас два комиссара, значит, мимо-мимо стрелял. У нас два комиссара, семерка, двойка. Третья, вторая. Вот. И вот, скажи, послушаем. Я забыл совсем сказать про новичка. То, что мимо. Мозг взорвало. Спасибо. Слава игроку номер 1. Намаркил, спасибо большое за подписку. Нет тут никакого взрыва мозга. Просто Кекс сыграл за счет позиции. Смотри, Дестра. Какой позиции? Граб закончился, если бы дудок был, ну типа... Точнее, нет. Так, если бы дудок был мафом, то мафия бы не промахнулась. Типа, если только человек зааверплеил и вообще не нажал на кнопку 1. Вот. Но я на самом деле проверял тебя. Первую ночь ты оказалась мирной. Вот. И сейчас я проверил Кекса. На самом деле... Ну блин, это такой момент, я специально спрашивал, типа, есть ли в игре Дон Мафии. Потому что у меня роль шерифа, и я боялся, что он меня спалит. И произойдет вот такая вот позиционная тема. Но я надеялся, что я сейчас сыграю за счет последней позиции, но... Кекс переиграл, он скрылся шерифом, и теперь я в задницу. Этой ночью я бы третьего пошел проверять. Я вам так скажу. Но теперь уже, наверное, я даже не знаю, я выставляю седьмого, естественно. И предлагаю вам, не знаю, оставить обоих шерифов или наоборот посадить. Ну, тут тяжело будет сейчас выиграть, потому что... Просто за счет позиционки Кекс за оверплейл. Без вариантов. Я говорю второй, какая позиционка или третий? После меня двое еще. И так, у нас начинается голосование. Голосуется 3, 1, 2, 7. В таком порядке. Голосовать за игрока номер 3. Спасибо, ноль голосов. За игрока номер 1. Спасибо, ноль голосов. За игрока номер 2. Ну все, я третьего проверяю, 1-3 маф. Едемо, гласно. Ну хотя... Не, ну первый, первый, первый. Короче, ребята, на следующем ходу даже, ну при любых вариантах, я надеюсь, вы понимаете, что надо сажать Кекс, чтобы не проиграть. Я был шерифом. Я знаю только, что Дестра и, ну, была мирным жителем. Ее можете не проверять, не сажать, ничего. Поверьте мне, и что Кекс, это маф, это очевидно, это моя вторая проверка. Более того, он дон мафии. Следующим ходом обязательно, обязательно при любых условиях сажайте его. И проверку, которую он даст. Обратите внимание на голосование на этом варианте и на этом, точнее, в этой игре. И то, что он будет говорить по поводу проверки следующей, подумайте обо всем этом. Факер, я на тебя рассчитываю, ты опытный игрок, ты знаешь, кого надо сажать в любом случае на следующем ходу. И послушай внимательно, что он говорит. Прежде чем доверять ему. Наступает ночь. Мафия начинает стрельбу. Просыпается Дон. Дон, твоя проверка. Дон засыпает. Просыпается Шрифт. Шрифт, твоя проверка. Наступает. Наступает утро. Убитый игрок номер 6. Ну да, сори. Гудок 100% был мирным жителем, потому что мафия промахнулась. Мафия была дверь. Я их все четко сказал. Это просто я не догоняю. Я тормоз. Далее. Илья, естественно, просто попытался подхватить ситуацию. Но, очевидно, скорее всего, первая мафия. Потому что он такой, Илья, ну ты шериф. Ты, может быть, ты шериф? Тройка все-таки. Значит, все-таки единица пыталась максимально заруинить нам игру, но не получилось. Все хорошо. Илья не вышла из-за себя фейковым шерифом. Сажайте тройку, и мы выигрываем. Спасибо, слово игроку номер 4. Так, ну смотрите, ты проверил, ты третьего проверил, да? Ты третьего проверил, он черный. Ну, в принципе, неважно, да, кого ты проверил. Ты первого проверил, он красный. Короче, смотрите, просто суть в том, я все-таки поговорю минуту. Потому что у нас есть такая тема, что у нас в любом случае критический круг. То есть мы не можем убирать кексы и потом смотреть, что будет. Теперь я объясню. Вот это уже небольшая паранойя такая. Но, смотрите, что если гудок и кекс мафия, две мафии. После того, как гудка... То есть, смотрите, в гудка вбрасываются две руки и 4-2. Потом добрасывается... Ну, типа, кекс сам топит своего, вот это маловероятно. Он, типа, добрасывает третью руку в гудка, это странно. Но он мог, в принципе, залевелить, потом никого не убить и выставлять, типа, вот я комиссар, у меня две проверки, типа, Илья Черный, а сам дон мафии, нашел, короче, Илью как комиссар. Может быть и такое. Но, с другой стороны, мне так не понравился третий игрок после промаха, так не понравился, что выставляю игрока номер 3. Если кекс выиграл, ну, это и отличная игра. Это отличная игра будет аддона. Ну, если и кекс, черный игрок. А так третья. Это была бы факт-супер игра. Я, на самом деле, даже бы не вспомнил, что нас было 2 на 2 было, и я тоже докинул восьмого. Вот, это раз. Вот, потом еще я что-то хотел сказать. Ну, короче, по теории Ильи, во-первых, я Илью не палил. Я сказал, что 6,4 мирные. И объяснил, почему я их проверял. Потому что ты, я и Илья топили в восьмерку, и 1,3 топили в другого. Я это четко запомнил. И, ну, смысл мне закидывать своего, если я мог фантомику брать, и с гудком бы сидели. А промахнулись они потому, что просто фомби, ну, на сайте первый раз, и... Ну, я не знаю, может они договорились промахнуться, это уже не важно. Это уже не важно, у меня просто было больше проверок, из-за этого это слишком легкая игра, если мне верят. Ну, я просто в пати с гудком никак не клеюсь. Вы, конечно, можете меня посадить... А, нет, стоп, игра... А, нет, тут не получится меня садить по балансу, или я вообще о чем говорить-то тогда? Тут нет никого баланса уже. Ну, тройку выставляю, я больше никого не выставляю. Я проверил первого, он мирный. Смогу игроку номер один? Да, тут все просто, давай, давай, три. Выставляю три, спасибо, пас. Игрок номер три, что-нибудь скажете? По поводу... Ну, да, ладно, я уже действительно мафия, я дом. Кексы я проверил на самом первом ходу, я сразу же знал, что он, но... Ты мог скрываться комиссаром. Все плохо стало после того, в общем, я не знал, как проходят здесь ходы мафии, поэтому я, собственно, и пролетел. Я думал, что Илья в курсе. Точнее, я, короче, не знал, как эта игра работает, вот и все. Это просто, я извиняюсь, я заруйнил эту карту. Вы должны были по списку стрелять, он не мог видеть твою проверку. Твоя проверка тебе нужна только для того, чтобы... Ну... Да, это... Всякое бывает, ладно. Голосуем за игроком номер три. Победомерно. Ну, типа, я пару слов скажу, никого не обсираю, ничего. Естественно, тут невозможно было выиграть. Ну, план был такой, типа, 5-4-7, то есть должен был факер отлетать на втором году, но... А я его проверил. Он проверил, соответственно... Ну, да, но это было бы круто, если бы мы тебя убили на следующем. То есть, если бы мы стреляли 5-4-7, проверка... Я не знаю, осталась ли фишка на этом сайте, когда ты на иконке наводишь, и, типа... Да, 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 есть. Они загораться. Либо так, либо какими-то... Я на тебя смотрел внимательно, ты ничего не показывал, хотя я на том ходу спросил про аддона специально, чтобы дать тебе знак. Поэтому я стрелял дальше по плану. Если ты на первом же ходу угадал шерифа, то тебе надо было плейать как шериф, типа... Это единственный шанс у нас выиграть. Я еще подумал, что за вопрос-то, и начал на Илью смотреть, он что-то веб-камер покажет. Да, для третьего игрока сразу скажу. Есть, короче, такая функция, вот... Когда... Вот есть иконки, типа, всех веб-камер. Когда два игрока наводят мышки друг на друга, они загораются зеленым. И обычно мафия всегда держит на доне мышку, ну, такое бывает. И, короче, когда ты проверил, там, если ты проверил комиссара, во время речи комиссара, ты начинаешь мигать своим мафиози, типа, зеленым, что... И это для них знак, что они стреляют теперь в другого. Но это так, когда я просто рассказываю на будущее, в принципе, что можно играть вот над таким маяком. Можно, типа, в первый день вообще не договариваться, а потом мигать просто. Ну, можно и без договоров играть. То, скорее, чтобы вскрывать, потому что здесь это очень тяжело реализовано. Если вы вот так вот замисплеили, то невозможно сыграть, поэтому всегда надо стрелять по списку. Вообще всегда. Ну, а сейчас работают маячки, если вас ошли? Ну-ка, факт, наведи на меня. Не, сейчас не работают маячки, только после следующей уже. Ну, точнее, во время следующей будут работать. Ну что, у нас добавляется два человека или что там? Ну, вроде как Стрегуль хотел его. Ну, ты хотя бы позвать, будет здесь. Ну, у меня появилась знакомая, я могу ее позвать. Она вроде нормальная. Короче, я создаю, вы решайте. Хотите, могу ее закинуть. Ну, блин, обильно даже, что игра легкая получилась, когда я за шерифа играл, просто потому что они промахнулись. Ну, чё ж поделаешь. Сакер, микрофон включил. Да, 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 да. Ну, короче, я бы поиграл с знакомой... На секунду я пойду. Блин, Distraction, выключи микрофон только. Всё, всё хорошо. А, не Distraction, а это девушка. Всё. Максим, короче, сейчас выйди из игры... Сейчас, подожди, факт. И Destra, если слышите на стриме, выйдите из игры, зайдите в чат. В чате мой ник Kex123. Вы в меня в друзья добавьте, чтобы... Я, потому что не вижу, у меня миллион этих предъяв. Вот, чтобы я именно... Вы сами заходили. Так, чат. Максим. Вот он. Здесь, кстати, я давно добавил, конечно. Её-то я не буду поддобавлять. Отменить заявку. Ну, ладно. Надеюсь, разберётся. Сейчас я его спрошу. Скажи, что ты пиздел, блядь. Там пизда была. А, я понял, о чём причём. Блин, жалко. Вот была бы красивая, конечно, игра, если бы действительно мы с Гудком были. Но такое, конечно... Один на миллион, возможно. Ах, да, я же не включил микрофон. Ну, ладно, кому какая разница. Кекс. А? Кто говорит? А где там кнопка «Добавить друзья»? Там есть профиль или нет? В чате... Блин, короче... Ты можешь зайти в профиль, там будут заявки в друзья. Входящие в заявки в друзья, как ВКонтакте. Подождите. Я тебе кинул точно. Не-не, не выходи, не выходи. Да пусть, он добавит, я... Сейчас найдёт. Вы прямо отсюда можете добавить. Нажимаешь на иконку вот эту слева мышкой. Вот, ну, любого наведи там, и там есть. Добавить в друзья. Не нужно даже выходить. Ты мне ничего не кинул. Сейчас на иконку нажми, кинул я тебя. Кекс, кекс, кекс... Ты заявки в друзья не нажал. Что мне надо сделать? Викет, короче, добавляется в этот... Добавилось. Ну, типа, вот просится. Какой у него? Викет просто? Викет, да, просто Викет. Я не знаю, вроде что-то нажал. Тут, блин, мелькает постоянно. Жалко не заблокировать. Максим, нажми на иконку в нижнем левом углу моей веб-камеры. И нажми принять. А, вот, есть. Ну, я тебе, а я говорил. А я думал, там, в профиле. Ладно. Дистракшн тоже, наконец, исправилась. Витя, она... А где дистракшн, да? Где дистракшн? Ну, она в друзья, видимо, добавлял. Сейчас зайдет. Так, нас получается 9. Еще, да, нам кто-то нужен? Илья? Да, ну, да. Сейчас... Я тебе в скайп подписал никнейм, но я не знаю, как она, блядь, настроит, разберется. Если нет... Он не может в скайп, потому что... Скайп в другую, да. Может, она лучше закинь, галиф. Допустим, она попросит инвайт в лоббе, и все. Ну, она может, да. У меня много выскакивает, но довольно легко. Блин, клево, ребят, мы в мафию играем. Хотя, ладно, промолчу. И все это весьма спонтанно, главное, что получилось. Да, фак, и все это, это, все это ты. Мой метр пятидесяти сантиметровый друг. Маленький. А кто самый высокий у нас в конфе, да? Кто выше? Кто выше метр восемьдесят пять? Атопус больших букв я вказал. Сколько? Ну, гудок, метр восемьдесят пять. Кто выше? Метр восемьдесят семь. А кудес правда метр девяносто один? Не-не-не, братан, он коррит. В смысле? Я видел фотку, он стоит... Я метр шестьдесят девять, я, наверное, с... Я метр шестьдесят пять. А, блядь! Дестра же здоровенная. А, нет, или она просто живет? Нет-нет-нет. Она большая. Г-2, да, ребят. А, я, я с факера. Давайте я вам так сделаю. Сегодня так будет. Это, я просто увидел фотку кудеса, как он на отдыхе был, и там, короче, парень стоит. Я не знаю, тогда сколько рос там парень этот, но он его вот так вот держит, типа. Я даже могу найти эту фотку. Ну, нет-нет-нет. То есть я реально подумал, что он метр девяносто. Ну че там, подруга будет заходить? Или я че там с подругой? А здесь работает это наведение теперь? Видимо, она дико тупит. На наведине милии игры оно работает. На наведине работает во время игры, во время игры только работает. Да, короче, по скилловому, по скилловому, оба надонаны. А нет, кекс, проверь, вроде как попросила. Проверь. Нету, нету. Какой ник? Точно такой, если такой, нету. Да, 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 да. Сейчас я выйду, проверю в заявках. Нету, в Хадис что-то добавляется. Хадис, ты че в стрип-снайпер, что ли? Это Марфиев, не знаю, но... Блин, просто на этом сайте так вот тяжело именно состреляться и скооперироваться на всякие темы. О, вижу, вижу. Ребят, а давайте, смотрите, если, ну, просто ночью... Там верьки маленькие, уебищные, администрация, долбайок. Ребят, а давайте поп... Нет, там, кстати, там же получше вроде сделали еще тогда. Я, кстати, ей разрешил, да. Здравствуйте. Давайте, вот я не знаю, ну, правда, еще новый. Снизу микрофон нажми, там менюшка вылезет справа снизу. Микрофон. Этот, короче, я не знаю, если я попаду с тем, кто уже играл и понимает о чем, давайте мы сразу по этим попробуем. Типа Дон, короче, чтобы вы понимали, Дон наводит на вас, если сейчас три мафа будет, и мигает каждому. Вы на него навели мышку и ждете. Например, говорит седьмой, и начинает мигать. Смотри, если мы с тобой попадем, и ты, типа, в первую ночь спалишь комиссара, ты мигай не только окошком, но еще и вот так вот, чтобы я точно понял. Ладно? Хорошо? Ты как-то по активе... Так, а я вообще не играла. Ну, неважно. Тогда вряд ли ты в кого-то попадешь. Но мы расскажем, конечно, на первом коробке. Короче, смотри, когда будет ночь, тебе, скорее всего, будут показывать какие-то цифры на руках, это значит, кого стрелять по порядку, типа, на первом, втором и третьем ходу. И ночью у нас следующий будет внизу под ведущим кнопка Дастер, спасибо большое тебе за подписку. Ну, на то же самое число тебе надо будет нажать, что и... А если ты комиссар, то мы проебали. Короче, ведущая, просто говори в ночь, типа, вот как ты говорила, типа, сейчас будут стрелять под окошком, один, два, три, поехали. И вот все такое. Все, давайте, всем удачи. Максим, нажимай. Все, давайте, все кнопочки нажали и погнали. Макс, он, жми кнопок. Все, красиво. Итак, разбираем свои роли, вне зависимости от того, кому какая роль попадется, я буду объяснять, как для новичков, как стрелять, куда жать, в каком порядке писать. Так что, ну, кто уже знает, пожалуйста, не жалуйтесь. Буду объяснять, как вы ведете тут. Ну, мне не достается выбора. О, щит. Итак, просыпается мафия. Мафия, вы должны сейчас на листочке или на руках друг к другу показать цифры, кого вы будете убивать в первую ночь, во вторую, в третью и так далее. Когда у нас наступит ночь, вы будете стрелять по этим игрокам. Соответственно, в первую ночь, у кого вы договорились, в первую, во вторую, в вторую и так далее. Дестра хочет убить, ну, хрен с ним. Под двумя окном будет загораться цифра, вы будете стрелять по мере того, как она будет загораться. Блин, господи. То есть, вы договорились, допустим, стрелять во второго игрока, вы ждете тогда, договоритесь, стрелять во второго игрока и нажимаете. Это будет все после первого дня. Сейчас договаривайтесь. Господи, как тяжело. Девять. Девять. Один. Потом восемь. Восемь, восемь, восемь. Второй. Когда договоритесь, покажите мне ваши пальцы вверх. Че это такое? Че за тигр, блин? Я не понимаю. Короче. Нихера не, Ваня. Девять. 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 Двадцать. Двадцать. Девять. Двадцать. Девять. Двадцать. 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 Большие пальцы вверх не вижу ваши. Мафия засыпает, мы знакомимся с Доном, привет Дон, знакомимся со Шерифом, привет Шериф, наступает утро, слабое дракон номер один. Так, я на первом слоте, это ужасный слот, я сделаю хорошую речь уже на второй круг. По поводу первого круга, очень сильно разжевывал ведущий, как стрелять, и поэтому подозрение теперь на двойку, потому что она единственная, кто не играл еще в Мафию с нами. Я сказала, что я буду говорить. Это сейчас мое слово, твое слово. Я буду объяснять, потому что есть новые игроки. Блядь, у меня идет сейчас одна минута, помолчи, пожалуйста. Дальше, речь Факера в прошлой игре, она довольно была развернутая, и сейчас я к нему прислушаюсь. Еще прислушаюсь к Витте, он очень много играл в Мафию, и поэтому, мне кажется, у него мнение будет авторитетное. На второй ход сделал очень крупную, развернутую речь. Я закончил. Люцифер, спасибо большое за подписку. Спасибо, на слово за просмотр. Это оправдаться? Вообще, мне кажется, если бы и Мафия была я, то объяснение мне ведь бы гораздо дольше, потому что я играю в первый раз все-таки. И вот, я просто не знаю, что еще добавить. Я вообще, наверное, во второй раз вообще, в принципе, в Мафию играю. В такую-то вообще, в первый раз. В общем, вот. Я буду оправдаться. Спасибо. Извиняюсь. В общем, вроде как, вроде завершила речь, но слава Браку Минстри. Ну, короче, да, во-первых, нет смысла топить во вторую, потому что, ну, как бы, да, ведущий сразу сказал еще перед игрой, что будет объяснять правила абсолютно всем. Вне зависимости от того, будет ли вторая Мафия, там, или не будет. Это вполне себе логичный ход из-за того, что, ну, как бы, если не объясняют, то понятно, что вторая не Мафия, что вторая не активная роль, там. Ну, короче, ведущие не облегчают игру нам теперь. Но в любом случае, по речи второй вообще невозможно что-либо сказать, просто невозможно. Ну, потому что человек сказал, что вообще во второй раз играет в Мафию. Будет тяжело, но скоро втянешься, скоро поймешь, как играть, и будет все нормально. По поводу речи Гудка. Ух, топил! Вот я прям почувствовал этот спортивный уже Мафию такой, типа, эээ, осадил уже ведущую. Красиво, красиво. Ну, ладно, ну, ладно, главное, чтобы холодка не было дальше, и это самое главное. Спасибо вам слово, игроку номер 4. Так, ну, второй, да, да, такое приветствие, как и у меня было с самого начала, потому что я тоже новый игрок. Вот, первого игрока я особо с ним не познакомился, потому что в той игре он сразу же ушел. А его ушли. По поводу Факера, ну, Факер, как всегда, я не знаю, я не помню, по-моему, в первой игре Факер был Мафией, но когда он был Мафией, он себя как-то вел по-другому, я бы не стал его подозревать. По поводу, ну, в общем, я скажу так, дом проверяет, ой, дом, комиссар проверяет сильных игроков, это, наверное, кекс у нас, это, наверное, мне почему-то показалось, что кудок довольно сильный игрок. Прошло в Сига лишь два года, и вот опять, наконец-то это свершилось, спасибо тебе. Я тебя люблю, мой сладкий чмок в писю, капа прайд в час. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Не донатьте только, ребят, пожалуйста, чтобы я не отключал. То, что я заметил пока, что по игре Ком-1-2, то, что они, ну, есть черный, ну, да, Мафия, кто-то из них, то они не вместе, да? Правильно. Ну, первый так въехал во вторую, заочно. Ну, а Факу, наоборот, мне показалось, что понравилось то, что первый въехал так в третью. Ну, я сыра в команде, я не знаю, так, более спортивно, я так привык играть в командах. Ну, я подмечаю для себя более красных игроков, если я вас, ну, не упоминаю, это не значит, что вы черный, но я сыра в команде 1-2. Я думаю, это, ну, красные раки, возможно, один черный, но они не вместе. Вот так вот, спасибо, пас. Спасибо. Давайте, ребят, просто, когда вы закончили пас, говорите, ведущему проще будет. Ну, что ж, мирный город, доброе утро. Я мирный житель. Вот, что я могу сказать? Мне что-то не понравилось, что Максим Гудок у нас как-то так возбудился, ну, вот. Ну, не в плохом том, а рассердился, скажем так. Может быть, он рассердился, потому что он дом и номер два не понимал, кого стрелять по списку. Может быть, поэтому 1-2 может быть в команде. Три-четыре? Ну, не знаю, не знаю. Они ровно поговорили, послушаю еще. Витек, ну, Витек, я с Витеком играл в свое время, но я сейчас никогда его понять не мог. Он, собственно, сидит, курит и каменно ебало, простите, делает. Вот. Спасибо, пас. Спасибо. Слава, брат, у меня все. Да нет, мне кажется, ну, типа, Гудок не стал бы въезжать во второго номера, если бы они были в одной команде. Потому что, ну, типа, девушка и так нервничает, если они в одной команде, то лишний раз наехать. Вряд ли она от этого лучше выстрелит этой ночью. Ну, конечно, промах будет что-то означать. Ну, я до сих пор расстроен в прошлой катке. На самом деле, если учесть, что Кекс проверил флакера во второй ночи, что, ну, мы считай, выиграли 23 флакера. Это супер отстойно. Поэтому я до сих пор батхерчик где-то в глубине души. Сам я абсолютно мирный. Ну, вот. И очень вкусный пас. Спасибо. Слава, брат, у нас было. А я доволен просто каткой. Я очень сильно доволен. Да, блин, это шпили-вили, вот это вот всякое. Короче, я не знаю, как считать это каким-то окрасняющим фактором, когда первый дроп, что он делал ведущий. Мне кажется, он просто заебался и сказал, что неважно, какая у меня была роль. Второй дроп красный. Ну, потому что первый раз играет, и он не может в марш. И он, как бы, речь стала хорошей. Дальше там уже сложнее. Ну, год-док, вторая. Джонни Лимонад и Витя играют с ними. Илья, может быть, в эту игру красный. Но не знаю, не знаю. Если первый отстрелит, короче, то седьмой и шестой. Чёрт. Всё, спасибо. С мой игроком номер 9. Да, есть тут небольшой дилей. В общем, когда так много игроков за столом, очень сложно сориентироваться к кричам. И действительно, единственный выход, это кого-то отметить отдельно. Я лично для себя отметила то, что мафия слишком долго договаривалась. Я лично для себя отметила, что у Гудка и у новой девушки за столом ручки в руках. Ну, это типа типичные такие находки, которые бросаются в глаза сразу. Поэтому мои определённые подозрения всё-таки присутствуют по этим фактам. Вот. А в остальном никакая речи особо-таки подозрительной мне пока что не показалась. И Кейк, как более продвинутый игрок, наверное, научит меня, что делать, если ты сидишь в самой заднице стола. Всё. Спасибо. Спасибо. Слово игроком номер 10. Нет, я не научу. Вот. А я что хотел сказать. Может, мне одному показалось. Мы вроде четвёртую или третью игру играем, но такое ощущение, что люди ещё больше волноваться начинают. То есть четвёртый, пятый, шестой мне речи вообще не понравились. Мне показалось, что они просто все так волновались, будто... Ну, не знаю из-за чего. Ну, разные факторы могут быть. Но четвёртый прям очень сильно в этот раз. На него, мне кажется, на 90% активная роль. Речь Гудка мне, наоборот, понравилась. Мне кажется, он бы никогда, будучи за мафию, так не топил. Причём на первый ход просто решил втопить. Вот мне интересно один момент. Я сейчас по остальным тоже вкратце скажу, но просто остальные просто нормально поговорили. Вот мне интересно, если бы, допустим, продвинутые мафиози были, показали бы на телефончиках быстро, ведущий бы тоже время тянул. Но я тоже заметил, что слишком долго. То есть надо от этого тоже отталкиваться. Всё-таки, мне кажется, она бы всё равно не тянула, а там мы бы договорились и поехали бы дальше. Но пока просто 4, 5, 6 волнуются, у остальных речи неплохие. Илья всё больше потеет, то есть, возможно, у него тоже роль активная. Совсем мокрая уже. Поехали дальше. Спасибо. Ими у нас наступает ночь. Напоминаю, что мафия стреляет сейчас. Вы должны нажать по вашему списку в тот момент, когда заберется стрелять в игропа кого-то. Начинаем. Мы стреляем в 9-го, потом в 8-го, потом в 7-го, ребят. Запомнить легко, хоть это не особо грамотный ход. Потому что, ну, убивать диестру, типа, я не думаю, что это хорошая идея. Отличный, спасибо большое за подписку. Ну мы и так долго обмали. В то это хочется на самом деле, но, типа, выходить во время... Дом. Отличный, спасибо большое. Блин, ты точно у тебя лачили, у меня сейчас Да, там табу лишидит Лишидит или еще что-то, ужас Блин, какое тут радио классное было, или что-то такое Попсовое стало, еще и классику как бы Миксуют, переделывают Покажи, наверное, на классику Хочу заметить, Шизик, это не я предлагаю Наступает, наступает утро Убитый игрок, номер 9 Ой, ну и ладно Мне, честно говоря, было так Лениво сидеть в конце стола Ну что я могу сказать В прошлый раз меня похоронил Кекс, насколько я помню Но вроде никакой антипатии в течение Хода я не заметила Поэтому, ничем не могу вам помочь Дорогие мои мирные, удачи вам А, сейчас второй, говорит, я тоже последний Что-то меня вообще поплавило, я думаю, что я сейчас говорю Игрок номер 2, тебе слово Я... Бойка говорит Так, меня слышно? Потому что я вас не слышу Так, у меня какие-то брюки, окей Хорошо, я... Ты не должна нас слушать А, тогда хорошо Насчет ручки, хотела сказать, что я просто себе На листочек записываю все ваши ники, чтобы их не забыть Чтобы постоянно не клоняться к компьютеру Насчет подозрений Я теперь буду подозревать номер 1 Потому что он так на меня Загрился быстро И, на самом деле, может быть Еще это Игроки Которые меня поддержили Потому что мне нужно алиби Вне подозрений пока номер 3 Наверное И номер 10 Ты сейчас можешь кого-нибудь выставить на голосование Кого подозреваешь? Давайте Хочешь кого-нибудь выставить на голосование? Давайте номер 1 А можешь не выставлять, можешь не? Хочешь, пусть выставляет Номер 1 выставим В целом, игроку номер 3 Тут не то, что вы хотите Я думаю, просто не объяснили опции номер 2 Что она может не выставлять, просто сказать Ты можешь кого-то выставить Но она и выставила там игрока номер 1 Но в целом, это правильное решение Опять же, дефолтная история Что номер 1 закрывает ход Если никто никого не выставляет Он, будучи мафией Если он сейчас не проверен Может выставить любого И автоматически руки прилетят туда Но Не об этом Не об этом Вообще Эта игра Меня Немного смутила Потому что После меня Поговорили нормально Только Илья И только Андрей Ну и кекс, ладно Потому что Мне вообще Я не понял просто Что говорил Витя Абсолютно ничего не понял То есть просто какой-то Рандомный набор слов Это мне не совсем понравилось Четвертый Тоже мне что-то смутило В его речи Даша начала типа Кексу подлазить Типа подлизывать Ой, расскажи Как это в конце Закрывать стол Научи Но вообще это очень просто Все Никого не выставляю Потому что Не хочу Надо 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 Первый Спасибо, Повода Первый и второй Я вряд ли Спасибо большое за просмотр Я сомневаюсь Что они играют вместе Потому что Игрок второй Новичок Они точно не вместе играют Я Скорее всего По первому кругу Он мне не понравился Первый Я попросил Дона Прислушаться Это я напоминаю Что я говорил Чтобы потом не гореть Что я что-то выдал Вот Шестой Фантомик Он всегда вот так Перестал вот так Когда Он на протяжении трех игр Был мирным А сейчас он перестал вот так Не знаю Я бы тоже его поставил Подозрение Я даже его выставлю Наверное Только из-за этого Вот Пятый Я ничего не понял Что он тоже сказал И я все по делу И я все по делу Спасибо большое за подписку Ну и Все Ты лучший Спасибо Шестой Игрок Листый Слово игроку номер пять Попробую еще раз объяснить То что я сказал для игроков Ну которые не часто играют в мафию Вот мы проснулись все вместе Игрок номер один Сразу Сказал Ну свои подозрения по игроку номер два Ну и Разговором с ведущей Вторая То есть Ну Один-два Ну команда такой Ну не может быть вместе Чтобы они были вдвоем Мафиями Правильно факт? Ну он же так сразу въехал Я думаю Если бы они были вдвоем черные Ну мафией Он был Ну Помягче А может бы вообще ее не вспомнил Да Своя речи Вот поэтому я сыграл в такой команде Вы представляете игрока номер три? Ну я просто не видел В игрках один-два Двух черных Чтобы отказываться от них Ну я вот в принципе объяснил Почему я так сыграл И подозреваю игрока номер три Спасибо вас Спасибо Соло игроков Ну что ж Ну вторая скорее всего красная Вот Речь Ну если бы она была мафия скорее всего Она путалась в речах Вот Троечка Троечка Поговорил много И Как то он так вот Выбрал себе команду уже Да Семь восемь десять Вот А четыре пять шесть Ну да Я действительно поговорил по черному В прошлый ход Да я и сейчас говорю как черный Вот Витюша О Что Ну что Да да Топите меня Нет я мирный житель Вы проиграете Проиграете Я Не буду никого выставлять Вот Я хотел бы четверку выставить Ну смысл Смысл Скажут Он меня выстрел Я его выстрелил Нет это все бред Вот Медисон мне понравилось как говорил Вот И Дестра мне не понравилось Но ее убили Вот А Андерсон и Кирилл Ну Они серенькие для меня Спасибо пас Спасибо Фон игрока номер семь Из всех речей мне вообще не понравилась речь номер шесть Который был передо мной Ну блин Как это Набор вообще бессвязных цифр Бреда Из Ну как бы Из компании Пять и три Я думаю там есть один черный Но я не знаю по какому верить Ну точнее Блин Трудно тут сказать Но Я чувствую что там серьезная какая-то конфронтация Начинается И там вот точно один МАП должен находиться Кто сейчас выставлен? Только номер один? Или кто там? Один шесть три Один шесть три Вы знаете А я бы все-таки Посадил номер два сейчас Мне кажется что Все эти паузы ночью Они неспроста И я бы перестраховался Посадил номер два Доверился Гудку в этом случае На фобе никто не думал Какого очень сильно волнуются Подводных течений Тем более она Ну второй ход у него была Довольно такая стремная речь Я думаю что номер два я оставлю Номер два выставил Номер два выставил Слово игроку номер восемь Не знаю Я пытаюсь понять Ну Как стрелять например Тяжелее Новичок Первый Или последний Девятый отстрел Я не знаю У меня просто Есть небольшие сомнения Потому что мне кажется Что бойка все равно Могла промахнуть А то что долгая договорка Не долгая Ну Множество может быть причин Почему она была долгой Может быть там не могли определиться Давай этого Давай не этого Ммм Не очень понимаю почему Илья так хочет Задить второго Мне кажется он Мащий Потому что вот почему Выставляли игроку номер семь На голод давание У меня особо пока догадок Других нет Дальше Следующий круг Хотя будет более понятным Когда он комиссар справится Еще раз Я не комиссар Меня не убивайте Винфа сотка Спасибо 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 Слово игроку номер десять Вот я хочу сказать Я немного Вообще Ник потерял конфликтов То есть Я понимаю почему Второй втапливает в первого То есть Часто бывает такое Ты начинаешь играть в мафию Он тебя обвиняет И ты обвиняешь в ответ в него Хотя Если ты мирный житель Ты в любом случае хочешь выиграть Ты хочешь оправдаться А не просто обвинить И я не понял почему Витя обвинил третьего Вот мне почему-то в этой игре Факер очень симпатизирует Я не знаю почему Он так уверенно говорит Я в первой игре с ним играл Я видел как он Как-то Ну я не знаю Я почему-то на стороне Факера в этом случае Тем более в первом кругу Четыре пять шесть Погорели очень неуверенно Я не знаю В этом все то же самое Как мне показалось Ну да типа Витя сказал Что первый второй не играет Но речь понимаешь Сама речь Она была неуверенной А в шестой Ну прям вообще Не знаю Мне кажется Четыре пять шесть Один два Может быть Три Мафа Факер мне не кажется Чёрным Как и второй номер Просто обвинила Гудка Потому что Гудка сейчас слушать будем Я А кто выдвинут? Шесть выдвинут? Три выдвинут? Один Один шесть Три два Семь Четыре Ещё давай пусть будет Четыре Пять не уверен Четыре Дракон номер один Так в общем Быстро по всем По двойке Ничего не могу нового сказать Только Мои предположения То что долго очень ночью ходили Дальше Тройка и десятка В первый ход Мне не понравилось как факера Начал оправдывать двойку Но это было Такие пустые прозрения Тройка и десятка Для меня положительные Дальше Речь четвёртого В первый ход Он начал говорить комиссару Чтобы он Начал проверять Сильных игроков То есть сразу увёл фокус От двойки Я сначала думал Что они вместе Дальше Лечь шестого Вообще супер ужасная В первом ходу Супер ужасная Во втором Для меня Был изначально Союз 2-4-6 Но потом 4-6 Начали между собой конфликтовать Получается 2-6 Остались И ужасная речь Андерсона Первый и второй ход Она очень короткая И отводит фокус Полностью от мафии Как он говорит Для меня сейчас мафия Очевидно 2-6-8 Но возможно что Измениться в третий ход И я сейчас голосую против Андерсона Сейчас Андерсона не очень убивать Если бы вы вслушались Вы бы поняли Андерсона сейчас не очень Блин мы сейчас Андерсона убиваем Но мы не сможем с Фомби переговориться Чтобы убить Сейчас бы круто было по маячкам Итак мы переходим Голосованию Выставлены игроки 1-6-3-2-7-4-8 Объясняю для новенькой Значит мы сейчас под моей иконкой Голосуем за тех Кого считаем мафией Если ты кого-то считаешь мафией Сразу наведи мышку И кликай в тот момент Когда будет его число под моей иконкой Значит голосуем за игрока номер 1 Спасибо 0 голосов За игрока номер 6 4 голоса За игрока номер 3 2 голоса За игрока номер 2 Ты не в себя голосуешь Ты голосуешь в того Кого считаешь мафией Ну ладно Голосовать за игрока номер 7 Спасибо 2 голоса За игрока номер 8 7 6 8 Ноль голосов Ноль голосов За игрок номер 6 Ну мирным жителям будет тяжело играть Просто я мирный житель Вы меня посадили Присмотритесь к 7-10 Вот Все Спасибо 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 Наступает ночь Надо подумать Надо подумать Сейчас критический круг получается Сейчас посмотрим Мы втроем Раз Два Три Дом засыпает Посыпается Шрит А так мы выиграли Если сейчас А так мы выиграли Так мы же выиграли Ну Мы же выиграли Ну Три на три остается Сейчас Маячки работают Но мы договорились с ним по маячкам Тем более у нас новичок Шрит засыпает Наступает утро И убит игрок номер 8 Так а че бля А нет Еще один Ну что такое Я ж попросил по-человечески Ну Что вы за люди такие Говорю Не убивайте И все Зачем убиваете Первый игрок Мне кажется черный Закидол говорит Непонятно на меня дело Говорит Второй там Ну теперь то я думаю Вы понимаете что второй игрок Не мог состреляться Скорее всего Ну я так считаю Или это прям такой знаете Супер Многоходовочка Что я Я Сказал честно Я не комиссар Илья У нас показывает Он черный Я не знаю Спасибо До свидания Спасибо Слово игроку номер 3 То есть у нас опять скрываются два комиссара Это седьмой и десятый Как я понял Так Первый третий Первый третий Первый Первый ход Третий Первый ход Короче ладно Ааааа Да ты меня проверил во втором ходу Типа я у тебя должен быть красным А какие у тебя или я проверки 1-10 1-10 И, короче, один у тебя кто? Красный? Я не помню, что значит красный и черный, но кекс мав, кудок, мирный. А, ну что, ну красный, красный и мирный. Короче, ладно, я понял. Ну, сейчас послушаем. В любом случае, у нас критика, у нас критический круг. Надо думать хорошенько. Команда 4-5 может быть, может быть. Два, считаю, красным игроком здесь. Два хода точно бы не состоялось. Два хода. А, у нас три уже, комиссара. Два, пять, семь, десять. Замечательно. Выставляю пятого, дальше выставляйте седьмого, десятого. Короче, всех комиссаров должны выставить по-любому. Ой, жопа. Пятый выставим. Зачем он-то, чё, пац? Кто выбирает, у нас четыре? Я изначально попросил, чтобы комиссар проверял конкретно сильных игроков. И как раз у нас вскрылись два комиссара, седьмое и десять, два самых сильных игрока, я считаю. Ну, еще пятый, я просто не проверял пятого, не знаю, если я первый раз играю. Вот. Вот. Речь Факера вроде бы нормальная, я бы с ним играл. Мэдисон мне показался подозрительным. Мне показался Мэдисон подозрительным, он как-то ведет себя не так, как в прошлую игру, и до этого одну игру. Вот. Он какой-то слишком спокойный. Вот. Второй, я ничего не могу сказать, она сто процентов красная. Давайте я выставлю Мэдисона седьмого. Спасибо. Все? Я буду стоять на своем до конца, тут не вариант с ее меня мафиям. Так, ну ладно, тут не шериф, это была плохая шутка. Короче, выставляю акт номер четыре. У обоих шерифов первой проверенной красной. Ну, как получается, у вас тройка черных сидит для Мэдисона десять, между два, три, четыре черные. Ну, он бы уже акт был по четвертому, если честно. Ну, определяться шерифом сейчас очень сложно, вот так. Так, шестой. Ну, лично мне. А для тебя текст и тройка черных между два, четыре, пять, семь. То есть, свой цвет я знаю, так что четвертый получается, ну, в любом случае, черный для тебя. Правильно? Правильно. Меня? Ну, в смысле, мафом. И один, три, правильный красный, ну, седьмой скрывается против тебя. Я свой цвет знаю, ну, вот и все. Два, четыре, семь для тебя текст черная команда. Спасибо, пас. Спасибо. Слава игроку на вершину. Сейчас мы... Ребят, объясняю, чтобы сейчас не проиграли, не надо оставлять двух шерифов. Мы не знаем, кем ушел шестерка. Пытаюсь доказать, что я шериф, чтобы вы посадили десятого. Гудок, я тебя проверил первый раз, в первую ночь, потому что ты въехал в двойку, и я решил узнать, кто из вас, типа, маф. Но сейчас мне кажется, что ни один из вас не маф. И поэтому на втором ходу, если ты вспомнишь мою речь, я сказал, что теперь я доверяю гудку, типа, хотя ты говорил последним. То есть я это сказал, хотя ты еще не говорил. Ну, то есть, типа, я доверяю тебе, что ты не просто так въезжаешь, не потому что ты маф. Я во вторую ночь проверил кекса. Честно говоря, я просто вот весь ход думал проверять либо пятого, либо десятого, либо пятого, либо десятого. И потом в конце он показал какую-то дресню, типа, иди куда-то, че-то, блядь. И я такой думаю, нет, ну стопудово, это кексы. Проверил его, табличка, да. Поверьте мне. Сейчас надо сажать только его десятого, выставляя. Не вздумайте оставлять двух шерифов. Если шестой был мирным, игра продолжится, если вы оставите меня, вот увидите. Сажайте кексы сейчас десятого. Я единственное, я уже об этом всем подумал. Я не понимаю, как можно посадить двух, если нас семеро. Это не делится на два. Нормально. Вот. Я объясню, я объясню. Проверил в первую ночь тройку. Начал играть с тройкой. Топил так же, как в прошлой игре я был, когда шерифом топил за детство, чтобы ее не посадили. Начал топить только потому, что Витюша начал почему-то мошнить на тройку. Вот. Я хотел факера как-нибудь выгроздить, чтобы он точно не сел. Потом проверил гудка. Илья вскрылся. Илья первый маф. У него команда... Это может быть критика, если шестой не был мафом. Тогда команда 7-5-4, скорее всего. Если это не критика, 7-5-7-4. Ну, двойку мне тяжело подозревать. Проверял третий. Просто из-за этого за факера заступился, на самом деле. Вот. Выставляю семерку. Он точно маф. А сейчас может быть критика. Мы не можем двоих никак посадить. Ну, вообще одну проверку называют, ребят. Ну, блядь. В смысле? Первый? Третий? Первый день. Гудок во второй. Я сразу это сказал. У нас у обоих гудок красный. Какая разница это уже? Я сразу это сказал и показал. А двоих мы никак не можем посадить. Это критика, скорее всего. Пас. Слава игроку номер один. Скрылось два шерифа. Один из них точно был на мафии, потому что он был небольшой мисплей, и когда начался день, появилась табличка «Да, ведущий». Получается, нужно сажать обоих шерифов. За такое мнение высказался только Илья. Он начал топить за то, чтобы посадить двух. Так что я выставляю эту десятку. Семь. У нас семь человек, и мы можем посадить двоим. Не, не, мы посадим сейчас десятку. Вы сажайте сейчас десятку, а потом меня. И тогда выигрываем при любых... Это критика может быть. Это критика может быть. Я все сказал, я против десятки. Это может быть критика. Как мы потом... Как мы потом... Как мы потом посадим? Это не критика, обещаю. Я... А если сейчас сажаем десятку, все будет. Ну, да, на самом деле, раз у нас скрылось два шерифа, я подозреваю теперь десятку, потому что он слишком активно жестикулирует. Так что, да, я за десятку. И пас. Завершаю твою речь. Так, мы переходим к голосованию. Голосуется в порядке пять, семь, четыре, десять. Двойка, сейчас не промахнись. Сейчас голосуем за игрока номер пять. Блин, это... Спасибо, ноль голосов. Голосовать за игрока номер семь. Спасибо, два голоса. За игрока номер четыре. А мы проиграли, знаете почему? Потому что они убивать будут седьмого, и это фейл. Спасибо, два голоса. За игрока номер десять. Ребята, ну блин, Илья говорит про то, что в следующий ход посадите меня. Это может быть критика. Как вы ее посадите в следующий ход? Если сейчас игра не заканчивается, шестой маф получается. Шесть, семь, пять, шесть, семь, четыре. Если игра не заканчивается. Ну, мне кажется, игра сейчас закончится. Потому что вам просто такую чушь впихивают. Это может быть не критика. Типа, в следующий ход меня посадите. Думайтесь об этом. Мертвый говорит или нет? Убитый. Мертвый говорит. Мертвый говорят, да. Мертвый говорят. Задумайтесь о том, что он говорит, следующий ход. Как он может быть уверен, что это не критик? Это все? Все, 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 я уже давно. Блин, ребята, из-за вот этой... Илья говорит, чушь, он как бы, ну, он немного не в ту сторону пошел. Но типа... Двойка. Он много пальцами показывает. Поэтому типа, я за него. И сейчас они... Мы проиграли, потому что они убьют седьмого. И это фейл. И это фейл. Они должны убить сейчас... Просыпается Дон. Дон, кого-то... Зря я вскрылся. Смешно, он показал на меня. Я заметил, как он показывает. Поэтому я вскрылся. Дон засыпает. Просыпается шрифт. Шрифт, кого-то хочет проверить. Я один не понимаю, про что Кейбс говорит. Объясняю. Ладно, сейчас посиграют. Убит игрок номер семь. Пятый маф. Все, я проверил. Пятый маф. По голосованию еще четвертый маф. Мне кажется, шестой был мирным жителем. Пятый маф. У меня две черные проверки. Десять, пять. Да, неизвольно голосование сейчас. Блядь, я не помню какие. Ну, короче, проверки мафов. Десять, пять. И гудок, ты мирный. К сожалению, только один мирный. В принципе, ну, пятерка была спорная. Мне кажется, четверка маф. Поэтому я не стал его проверять. Мне кажется, ну, типа, я бы его сажал. Но сейчас не полагайтесь на мои слова. Будьте уверены только то, что единица. Мирный. Пятерка маф. Пятерка маф. Я был шерифом, игра не закончилась. Я вам это обещал. Не думайте, что я за оверплей или придумал еще какую-то систему. Я очень боялся, что вы посадите меня, а не кекса. Потому что я думаю, что шестерка был не мафом и игра бы закончилась. Мне кажется, пять-четыре, пятерку сажайте сейчас сто процентов. Не придумывайте ничего для себя. Я хотя бы, ну, не знаю. Ну, четверку хреново голосовал. Поэтому я все-таки думаю на него. Ну, может, он просто тупил. Может быть, тройка. Но пятерку сажайте. Я сделал все, что мог. Две мафа. Ну, две мафа. Мафа не поддержала. Там три голоса за меня было. Многое от тебя зависит. Я надеюсь на тебя. Я верю, что ты датащишь. Все. Типа не палилась мафия, когда мы голосовали. Завершаю твое слово. Завершаю твое слово, дарку номер четыре. Так, ну, я постоянно говорил, что факер мирный. Но, как-то он чересчур меня оттопил. Я-то знаю, кто это. Вот. По поводу первого и второго. Второй точно нет. Ну, тут ГГ-Тио убивая. Убивая семерку в этот ход. Это ГГ-Тио. На двойку было убивание. Я так понимаю, пятый. Ну, я не знаю, можно верить Мэдисну или нет. Скорее всего, заранее договорились проголосовать. Я ставлю все-таки на факера. Факер выставлен. Все. Что вы игроку номер пять? Выставляю игрока номер четыре. Я просто объясняю, почему тут как бы мирный игрок. Где я нарисовал, ну, черную команду и сыграл против своего черного. Ну, сразу же по нулевому кругу. Ну, первый день, да? Я, знаете, сыграл против игрока номер три-четыре. Подозревал то, что там будет черный игрок. Ну, а если бы я проснулся бы, допустим, в команде четыре-пять, да? Я бы сказал, четвертый, ты так красиво поговорил. И сыграю с тобой, будем играть до конца в зубы, в десна. Нет, все. Сейчас уходит игрок номер четыре. Ну, я надеюсь, что игра закончится на этом. Четыре-шесть-семь. Ну, возможно, такая команда. Потому что за игрока номер шесть голосовали игроки два-три... Не, подожди, два голосовала себя. Отстрел дерьмовый у нас. Один, три, четыре, по-моему, да? Три руки полетела в игрока номер шесть. И за отстрелов поиграли. И полетели, ну, с двух сторон проверенные красные игроки. Ну, как-то так получается. Четвертый, ну, двухторонний черный игрок. Понимаете это? Спасибо, пац. Слово игроку номер один. Ну, по-моему, это очевидно. Если Мэтт вылетел, то он дал правильную проверку. Пятерка — это маф. Для меня теперь надо определить, кто мирный из два-три-четыре. Я доверяю очень сильно Факеру. И посмотрим, что он скажет. В общем, выставляй пятерку. Я закончу. Керка выставлен. Слово игроку номер два. В общем, да, я, наверное, поверю ей. Проголосую за пятерку. Сейчас надо было... Вот сейчас точно надо было... Я без лишних слов просто. Все. Спасибо. Слово игроку номер три. Так, смотрите. Я пытаюсь просто очень сильно разобраться в столе. То есть, если рассматривать позиции обоих шерифов. Если десятый был настоящим шерифом, десятый был настоящим шерифом, то шестерка по-любому был черным игроком. Почему? Потому что если бы шестерка оказался красным игроком, то после вылета 10-го, после вылета 10-го, игра бы сразу закончилась. Значит бы не уходили, 3 в 3 было бы. 3 в 3 было бы, игра бы сразу закончилась. Вот, дальше. Если 7-й уходит...